Каждый день новые открытия. Я хочу, чтобы её иммунитет был таким же сильным, как и её желание познавать этот мир. В 50 лет опыта в исследовании грудного молока вдохновили нас на создание Нутрилон Премиум 3. Новые формулы для развития интеллекта и поддержки иммунитета малыша. Нутрилон Премиум 3. Ваша жизнь, наша наука. Привет, ребят. Новый день начну с ночи. Просто потому что какой сладенький малыш тут лежит. Ребята, хочу вам показать погоду в Москве на момент, когда я снимаю эту неделю влогов. Просто, чтобы вы понимали причину, по которой мы как бы редко гуляли. А то найдутся потом люди, которые будут писать, да, конечно, мне просто было лень гулять с ребёнком, чтобы он подышал воздухом. Как вам такая погода? Представляете, вот такое вот у нас лето. Охренеть. И так почти каждый день. Постоянные дожди, магнитные бури, перемена погоды, то жара, то вот такая погода. Тут у кого хочешь начнутся, колики? Охренеть. Ваааай. Просто всё в воде. Пипец. Зато под этот звук хорошо можно спать. Нет, на улице не холодно, но просто дождь. Ченчик мой любимый сам заснул. У нас самое засыпание. О, солнышко. Она уже нам улыбаться потихоньку начинает. Да. Приветка моя. Ребята, всем привет. Попытка достигать последний влог. Неделя влогов продолжается. В общем, что я вам хотела рассказать. Сегодня какое-то число, 26-ое. Завтра у нас будет наконец-то съёмка Ньюборн. Я буду её тоже снимать во влог. Но это уже будет не неделя влогов, а просто влог, который тоже ждите. В общем, сейчас мы пойдём на улицу, сядем в кафе, в ресторан, прогуляемся. Я вам буду что-то рассказывать. Анютка моя спит. Кочевряжилась, кочевряжилась. Потом я взяла её на ручки, сразу уснула. И так два раза мы делали, и я пыталась накраситься всё это время. Вот, и мы вместе красились. Моя прелесть. Мы хорошенькие. К нам приезжал педиатр. Сделал один глоток чая, внизу ждёт Слава. Смотрите, сколько у нас белья накопилось. Вот так я выгляжу, и я вижу, что через эту кофточку просвечиваются вкладыши в лифчик. Блин, как же это кринджово немного. Но мне очень хочется надеть что-то белое, потому что я уже заколебалась ходить в чёрном. Мне пришли утяжки с ВБ. Так, мы пришли в ресторан, сели. В лифчик тоже с нами, конечно же. Мы уже прогулялись, и сейчас будем кушать. А джаб сандалии я знаю, дедушка такое любил. Это грузинский ресторан. Нам прям повезло. У нас около дома грузинский ресторан. Причём с очень прикольным садиком. Мы сюда прям на колясочке, точнее с колясочкой доходим. Классно. Так, я здесь ела куриный суп лапшан неплохой. В прошлый раз я брала уху и сёмги. Это был трэш. Ну, типа, вроде есть можно, но что-то мне вообще не зашло. Какой-то аромат был непонятный. Что-то не то, что я себе представляла. Здесь, кстати, неплохие хачапури аджарские. Приехал педиатр. Мы начали общаться по поводу всяких обследований, которые надо делать ребёнку в месяц. Поговорили про контракт. Что стоит, чего туда входит. И вот этот вот типо люкс-контракт, который мы хотим, туда входит получается то, что все специалисты к нам будут приезжать домой. То есть хирург, массаж, там, не массаж, окулист. Короче, все врачи к нам приедут домой. То есть нам не нужно будет ехать в клинику. Хотя если бы мы выбрали, например, приезжать в клинику, то это можно было бы сделать в один-два дня. Вот эти обследования пройти, но всё равно, если есть возможность финансовая, нахрена нам с ребёнком мотаться по больнице проводить там полдня, вот. Теорише, что это не разовая акция, а, ну, периодически там надо месяц делать, отследование, потом три месяца, по-моему. Она сказала, что у нас есть небольшая ещё желтушка. Она посмотрела, сказала, что желтушка уходит снизу вверх, то есть у нас как раз сейчас ножки такие уже розовенькие, а на лице, ну, лицо, нёба и белый этот белок, короче, тоже с желтинкой. Вот, сказала, что наблюдать, пока ничего она нам не назначала. По поводу колик, я рассказала, что мы принимаем вот эту водичку, укропную, она сказала, кстати, её принимать не перед едой, а в промежуток. То есть перед едой эспумезан, потом круглая пять раз в день, например, эспумезан, и пять раз в день можно водичку. То есть суть не в том, как мы делаем, чередуем, а, например, каждый раз, я так поняла, перед едой давать эспумезан. Да, и то, и то можно, перед едой даём эспумезан, а после еды, какой-то промежуток, грубо говоря, времени, можно просто дать водичку эту, то есть не обязательно кормить всё в этот момент. Что ещё? Ещё она сказала, что, ну, понятно, это разные всё вещи, эспумезан, там он, типа, хорошенько от газиков, этот, это укропная водичка ветрогонная. Какая? Ветрогонная. Да. Вот. И третье, то, что нам тоже... Муха огромная. И третье, то, что нам тоже нужно, это какие-то пробиотики для животиков. Вот. И она сказала, что лучше всего, ну, как, типа, может, она раскрученная, она, типа, эта штука дорогая, типа, биогайя. Вот. Ну, как дорогая. Я посмотрела, не такая уж она и дорогая. Хотя она сказала, что она там что-то тысяча четыре может стоить, а в интернете я посмотрела, она там до двух тысяч стоит. Ну, короче, суть не в этом. Это, ну, не проблема, Слава, была финансовая. Готова купить, просто её в аптеке нет. Слава сейчас в двух аптеках был, нету. Надо заказать, но альтернатива этой биогайи. Есть ещё какие-то препараты, она тоже их назвала. Но она забыла у меня оставить листочек, на котором всё это написала. Но я не записала голосовое, так что она меня скинет попозже. Ещё она сказала, свечки такие, чтобы у нас были дома всегда. Эти свечки, они жаропонижающие. Сейчас они нам, слава богу, не нужны, но просто, чтобы они всегда были дома. Как же сказала, что в крайнем случае, конечно, если прям трешняк-трешняк, можно воспользоваться газоотводной трубочкой. Понятное дело, что это тоже такая, знаете, крайняя мера, которой не хотелось бы прибегать. Вот, сказала, очень важно соблюдать, сохранять, точнее, спокойствие и оставаться хладнокровной в момент, когда ребёнок нервничает, орёт, потому что ребёнок очень нехорошо чувствует, когда ты сам нервничаешь. И если ребёнок начинает орать, понятно, заводиться, разгоняться ещё больше и больше, и ты весь такой тоже, а, ну что делать, я не знаю. Ну, короче, это только хуже, понятное дело, будет. Поэтому, здрасте. Здрасте. Поэтому лучше всего, конечно, не нервничать. Короче, в общем, а вот эту биогайя, она сказала, всего 5 капель в день, то есть один раз давать. И это полезные пробиотики вот эти, потому что сейчас, понятно, у неё в животике этих полезных пробиотиков нет в большом каком-то количестве, и понятное дело, что всякие неполезные, ну, типа злые такие пробиотики, не пробиотики, а какие-то бактерии, мифиды, как это, я не знаю, ну, в общем, кто там умный, напишите в комментариях. Короче, ну, не, я умная, но я не в этой области, умная. Как она сказала, что типа три кита таких. Сколько надо взять? Я не знаю. Много, наверное, не надо, если нам 5 капель в день, надо. Но колики эти могут до 3 месяцев, у кого-то до полгода. Да. Вот, что ещё было? Ну, в общем, она посмотрела нашу малышку, сказала, что у нас супер-пупер-пупс вообще, сладунчик, что она такая у нас вся, видно, что зреленький, хорошенький малыш. Вот. Спрашивала, когда я её родила, на какой неделе. Ну, всё, короче, как надо. Что ещё будет? Я думаю, ты так далеко сидишь, может, тебя подвинешь. Малыш! Может, её рядом со мной посадить? У мамочки как раз ездить будет. Теперь у нас вот такая компания всегда в ресторане. Видите, как нас много? Четверо. Да, нас четверо. Собственно говоря, что ещё интересного мы обсудили. А, ну, единственное, что нужно будет съездить, сделать УЗИ в клинику. Нам до неё 40 минут где-то ехать. УЗИ сердце надо делать. Она сказала, рассказала, что есть какие-то там клапаны, не клапаны, то, что нужно проверять, какие-то дырочки. Ну, короче, понятно, что я в этом не подкована. Просто она мне объяснила, почему, что надо делать. Объяснила там лучше, что такое колики. Но я и так знала, что колики, конечно, это не газики. И они абсолютно друг с другом, ну, это абсолютно разное. И колики могут быть в этот момент, когда и газики, а может быть и газиков и нет в этот момент. Ну, то есть, вот первый раз у нас было, я думаю, всё. Это всё вместе. Я говорю, забыть такое очень сложно у меня до сих пор. Уже сколько прошло, но у меня до сих пор её лицо. Перед глазами орущая, фиолетовая. Очень грустно. Поэтому я так счастлива, когда она улыбается, и когда она просто не плачет. Вот. Вообще не могу сказать, что она капризный малыш. Нам уже почти три недели без одного дня. И да, она бывает показывает свой характер, но с ней вообще легко договориться. Она такая сговорчивая. Вот. А ещё, я думаю, напишем астрологу. Короче, астролог наша, она мне что сказала? По поводу увидеть, будут ли ещё дети, там, беременность и так далее. Что, типа, так вот посмотреть нельзя, но можно посмотреть у нашей дочки. Когда родится ребёнок, можно посмотреть у ребёнка в карте, есть ли братья или сёстры. И, если честно, с одной стороны, я волнуюсь спрашивать такое, что вдруг она скажет, что нет. С другой стороны, можно не предупредить. Ну, короче, знаете, нет, конечно, не смешно. Хотелось бы ещё детей. Вот. Но просто первый раз, когда в девятнадцатом году ещё я спрашивала, будут ли у меня дети, я хотела прям знать, и мне было неважно, что там за ответ такой. Я хотела знать. Она сказала, что будут. Вот. Хотя, знаете, это тоже такой вопрос. Ну, то есть не надо знать всё наперёд, понятное дело. И она у меня спросила, ты точно хочешь знать ответ на этот вопрос? Потому что у кого-то стоит, что не будет, например, детей, и зачем. Ну, как бы, ну, такое тоже непонятно. Хочет ли человек знать, что может что-то такого не будет, о чём он может мечтает. Ну, короче, клиент знает. С другой стороны, я считаю, что иногда лучше знать, потому что ты можешь как-то, не знаю, можешь усыновить тогда ребёнка, не тратить годы жизни на попытки, я не знаю, изучать ребёнка. Ну, короче, это такая тема тоже. В общем, с одной стороны, очень хочу уже узнать, что там у нас, сколько у нас ещё детей планируется, и вообще будут ли у нас братики, сестрички у Анютки. Вот, но я думаю, что там невинно именно мальчик-девочка, просто что ещё будут дети или нет, братья-сёстры. Вот, с одной стороны, я очень хочу уже узнать, а с другой стороны, оттягиваю этот момент, потому что я могла бы сразу нашему астрологу скинуть дату, время рождения, но что-то как-то оттягиваю. Ну, и просто хотелось бы тоже, чтобы она, в принципе, посмотрела. Ну, опять же таки, я как-то читала, что до 16 лет лучше не смотреть, что там ребёнка стоит, не стоит, потому что ты можешь как-то повлиять на его судьбу, и, возможно, не в лучшем каком-то ключе. С другой стороны, если с другой стороны посмотреть, может быть, она скажет, что вот, у неё предрасположенность к этому, что она может быть там вот в этом, ей хорошо вот это. И я не буду, например, как мать заставлять её или как-то, знаете, направлять не в то русло. То есть, например, я буду сразу знать, что она у нас там, не знаю, ни хрена не певица, не актриса, а там, не знаю, какой-нибудь химик, биох. И мы будем как бы, может, так посмотреть, может, какие-то такие кружки рассматривать. Ну, это просто пример. В общем, понятное дело, я не буду в это с головой погружаться, но просто пусть ребёнок растёт, пусть у него будет детство. Всё как у людей. Вот. Не буду заморачиваться сильно, но я люблю, знаете, такие всякие информации интересные. Что сказать? Скажу ещё раз, когда нет колик, ну, жизнь, кайф, рай на земле просто. С ребёнком абсолютно не сложно, когда нет колик. Но колики, по сути, вечером. Потом, а ещё мы с ней обсуждали режим наш, потому что обычно колики начинаются вечером и где-то до трёх часов ночи в духе. А у нас они как раз в трёх часов ночи начинаются обычно и до семи, и до шести утра. Ну, то есть вот такая пляска. И это, конечно, в какой-то степени, скорее всего, зависит ещё от нашего режима. То есть у неё тоже режим немножко сдвинут. Но она не сказала, вот педиатр, она не сказала, что это прям плохо, что это вообще так нельзя, давайте перестраивать. Ну, типа, в духе мы не будем чинить то, что они сломаны. Просто у нас у родителей такой режим, и как бы это нормально, дети подстраиваются. Но, конечно, это не хорошо, и нам нужно вставать пораньше. Сегодня мы встали пораньше. Хотя мы очень поздно ложимся, но у нас на самом деле режим вот так вот сбился и источебряжился после первого колика, потому что мы реально прям в себя долго приходили. Вот, так что будем кушать. Нам принесли салатик, вышло солнышко чудесное. Ну, вообще ей не холодно. Я просто думала, может, чуть-чуть приоткрыть вот эту хреновину, чтобы ей... Ну, ей, наверное, так хорошо. Мне так хочется, чтобы на неё солнышко попадало. Ну, ладно, на даче пусть будет хорошая погода, и будет солнышко на неё попадать. Ой, какой пирожочек лежит. Так, мне принесли хачапури аджарские. Я вообще сто лет их не ела. Заодно сейчас попробую, вкусно это или нет. Но я уже чуть-чуть пробовала, вообще вкусно. Вот, хинкали ещё. Тоже попробую. Один штучка язык. И вот сюда пересадила ко мне поближе, чтобы языком её угощать. Потому что она его просто обожает, да? Всё, сидишь, дизик. Они утку нашу хочут. Покажите ребёнка. Когда покажете личика? Анютка, смотри. К тебе птичка пришла. Кто это за птица? Не, на маму не залезай. Куда пошла? Куда пошла? Сиди на месте. Сиди на месте. Так, ну всё, потихоньку надо идти домой. Тут уже беспокойная собака. Птица хочет посмотреть на Анютку. Иди-ка мне мой персик. Не наглядей. Итак, мы уже дома. И сегодня нам пришла посылка. Я заказывала очень много, очень много пелёнок. У нас не так даже подгузники быстро расходуются, мне кажется, как пелёнки. Потому что, я уже рассказывала, по-моему, у нас самая классная процедура, она у нас не один раз в день повторяется, это воздушные ваннии, так сказать. У нас что-то происходит. Ну, как раз, как бы, поменять подгузник. Но, скажем так, подгузник ещё в порядке. А вот пелёнки достаются как следует. Поэтому для меня очень важно, чтобы пелёнки были классные. Хотя, казалось бы, раз мы их так часто, ну, тратим, так много, нужно ли покупать прям самые лучшие пелёнки. Подумала я, потом подумала, это мой любимый ребёнок, у меня есть деньги. Да, наверное, нужно, потому что мне приятней, когда дочка лежит на супер классных, офигенских пелёнках. Нам дарили пелёнки, и не только пелёнки, ещё подгузники. Во влоге, который, кстати, у меня давно уже вышел, вы посмотрели. Ну, не сказать, что своевременно, но я там, понятно, беременная. Короче, подарили пелёнки. Я вам показывала. Я заказала у них вот такой вот классный пакетик для подгузников. Не знаю, зачем он был, недорогой абсолютно. Я подумала, что, ну, типа, прикольно, почему нет. Куда-то в дорогу собрались, там, не знаю, на прогулку, ещё что-то. И у подгузника есть своя сумочка. Тут написано удобно для двух подгузников, но пока, наверное, они не такие большие. У нас сюда точно поместится больше двух. Ну, короче, это такая просто сумочка, типа, для подгузников. Конечно, можно в любую другую класть, но я подумала, ладно уж, она, типа, недорогая. Короче, я заказала огромное количество пелёнок. Как бы. Блин, до хрена. Хотя я уже в этой неделе влогов делала распаковку на огромное количество пелёнок. Но они всё равно не такие классные, как вот от этого бренда. Вот, реально. Заказала 60 на 60, 60 на 90. Ну, в основном 60 на 60, конечно, нам 60 на 90, ну, слишком большие. Нахрена нам такие уж не надо. Вот. Но, блин, это реально тема. Сейчас я вам даже открою. Они очень мягкие, классные. По цене, ну, мне кажется, такие же, в принципе, по цене, как я заказывала от других брендов. Только эти намного качественнее и лучше. Не знаю, как вам показать через камеру. Они прям супер офигенные. Прям нежнейшие. Да. Духота просто нереальная. Дождь сумасшедший. Был сейчас опять. Но при этом очень душно. Да, пелёнок у нас теперь, конечно, много. Но мы ещё же на дачу поедем. Вослезавтра или завтра. Поэтому нам все пелёнки везде пригодятся. Прямой сладенький. А ещё мы достаточно поздно её купаем. Я думаю, это нехорошо. И сегодня нам педиатр тоже сказала, что поздновато мы её купаем. Что мы её купаем где-то в 9, в 10 даже ближе. Так, ребят, нам пришлось резко прерваться. Потому что дочурка наша закапризничала. Мы побежали менять подгузник. Потом мы её искупали. Сейчас её кормила. Когда я её кормила, она вроде как вырубилась. Весёлый молочник. Такой вот молочник у меня тут лежит. Весёлый молочник. Сейчас мы не спим. А ещё посмотрите, какой классный костюмчик на ней. Песочник. Вот. Да. И шапочка. Потому что мы голову тоже мыли. Ну, и, знаете, у нас волосики длинные. Жду, когда она рыкнёт. Вот так вот мы ходим. Вот так вот нам вчера очень помогала... Ой, позавчера. Когда были колики. Ну, колики у нас, слава богу, были не такие страшные, как в первый раз. Зайчик. Нам через неделю месяц. Мы уже человеки большие. Да. Вот такой у меня бублик. Видите, какая плюшка? Ха-ха. Это человек самый натуральный. Злой такой. Злой гнём. Она когда в этих шапках с весулькой, мы её называем злым гнёмом. Она, конечно, не всегда злой гнём. Но иногда злой. Капризный гнём. Когда рыгать будешь? А? Так прикольно её по-разному носить. Я её сначала только носила, вот как, ну, типа младенцев прям носит и всё. Ну, когда у нас были колики, ну, и вообще, в принципе, надо научиться было держать её столбиком. Сейчас на славу похожи, да? Были ты, папаша? Да. А когда хихикает, улыбается на маму, похоже. Хи-хи. Вот так мамы её носят обычно, как маленькую куколку, как пупсику маленького. Что, спать надо? Уже время? Все десять. Малышам надо спать, уже все малыши спят в это время. Все абсолютно. Одна только Анечка не сидит. Ещё хотела вам рассказать, что, например, нам лично, нам с Анюткой, белый шум ни хрена не помогает, абсолютно. Что-то нас он не убаюкивает. А ещё, кстати, забыла с вами поделиться. У меня в первое время, наверное, неделю после родов, и то не сразу после родов, а когда мы приехали домой. Ну, как раз, грубо говоря, на третий день нас выписали из роддома. Где-то на второй-третий день у меня молоко пришло. Уже такое прям молоко-молоко. И то вот эта вот лактация настраивалась, там устанавливалась, как правильно сказать. И у меня где-то неделю по ночам я просыпалась в холодном поту. Ну, то есть мне было очень жарко ночью. Ну, видимо, гормоны из-за того, что как раз лактация. И кто-то мне писал, но я тоже этим делилась в Телеграм. Обязательно на меня подпишитесь в Телеграм, потому что я там постоянно всем делюсь. Вот, раньше всех остальных соцсетей. Так вот, и я написала в Телеграм о том, что представляете, что, девчонки, просыпаюсь в холодном поту уже в какой день. Не понимаю, почему, но я предположила, что это из-за того, что вот эта вот лактация устанавливается, все вот это дело. Вот, и кто-то мне написал, что да, типа, так тоже было. У кого-то так было месяц целый. У меня это, кстати, закончилось буквально. Даже не неделю, может, меньше. Наверное, 3-4 ночи я вот так вот поспала, что я среди ночи просыпалась, ну, вся такая потная, мокрая, у меня аж холодно было. Вот, так что, в принципе, все, что связано с грудью, с молоком, у нас тут очень хорошо прошло, без всяких там, знаете, каких-то кошмарных историй. Я понимаю, что еще не конец, ну, то есть еще, ну, не дай бог, конечно, ну, типа, могут быть какие-то там, типа, как это называется, ну, когда до хрена молока у тебя в груди стоит, грудь твердеет, и все, капец, температура. Страшно, очень страшно. Вот, а пусик уже убаюкался. Только вот я ее сейчас положу, и она сразу начинает кочевряжиться. О, она даже когда кочевряжится, такое солнышко. Она какие-то звуки прикольные издает. Вот, ты мой сладкий. Сейчас на меня похоже. Причесон у меня такой, домашний, рабочий, но на самом деле, обычно я с таким пучком не хожу, просто мы ее купали, и было очень жарко, у меня просто все, лицо было мокрое, усы вспотели, чуть с ума не сошла, просто кошмар. Зато у нас теперь чистая красавица. Но мы вообще ее каждый день купаем, мы только вчера не купали, ну, и был еще один разочек, когда вот колики первые были, мы тоже не купали, вот, ну, там просто у нас сил не было. А вчера, я не знаю, чем мы ее не скупали, что так мы ее каждый день купаем. Не знаю, кто как, но вот нас тоже в детстве каждый день купали, потому что все складочки надо промывать, еще что-то. А еще по поводу этого бипонтена, все-таки он хорош, очень хорош, мы все время им пользовались. Вот нам уже три недели. И попку я им мазала ей, и какие-то складочки, и ножки я вам рассказывала, там, ну, вокруг, где сушится кожа может, все, короче, мазали. Вот, и соски тоже я им мазала, говорила, вообще вещь просто улет. Ну, не знаю, лично мне намного лучше зашел бипонтен мазь, нежели пурилан. Вот этот, ну, прям очень большая разница, скажу честно. И, собственно говоря, сегодня педиатр посмотрела, и я не знаю, почему я этого не увидела. Ну, наверное, не знаю, какая я там мать. Ну, короче, там просто совсем чуть-чуть сзади на попке появилась какая-то небольшая прелоса. Буквально совсем чуть-чуть. Может, поэтому я ее не заметила, но хорошо, что педиатр заметила, потому что, понятно, она более так вот досконально рассматривала. Хотя я тоже всегда смотрю, я же меняю, все мажу, ну, короче, не знаю. В общем, я обычно всегда мажу бипонтеном, и все-таки педиатр сказал, что лучше судокремом пользоваться, потому что на бипонтене на этом хоть и написано, что он, типа, отопрелости для жопок и так далее, под полугузник, но, типа, все-таки лучше пользоваться судокремом. Так что сейчас мы будем пользоваться судокремом, как раз он у нас есть. Да, и он такой более густой крем белый, опять дождик, и левый, господи, сколько же можно. Сегодня уже третий, какой-то сумасшедший дождь за день. Хоть бы мой птенчик сегодня сладко спал. Стотеротик у нас есть кредит, о чем-то он любил. Я ее кормила, и вместе с Сисей во рту она начала смеяться. И вот прямо в самом начале будет звук, и у нее там Сисюлька во рту. Ты что смеешься? Вот, потом я отодвинула, конечно, и сняла, но она просто засмеялась. Это было супер мило. А еще кто-то мне написал, что у детей конечности всегда холодные. Ну, не всегда, а, типа, это нормально, то, что ручки, ножки холодные. Я думала, что ей холодно, но как сказать холодно. Вот видите, до сих пор я ее в носки надела. Но я не могу не надеть на нее носки, даже я сейчас в носках. Хотя, как бы, душно, то есть не жара. Алиса, какая погода? Сейчас в Москве плюс 20. В течение 30 минут дождь закончится. Ночью будет плюс 19. Ну, короче, вот такая погода у нас. Ну, короче, духота на самом деле нереальная. Но при этом, ну, как-то не знаю. Мне вот какое-то, не знаю, что-то внутри меня не позволяет ее без носков оставить. Вот, ну, хотя бы мы шапку начали снимать, мы шапку вот только после, когда голову купаем. Вот мне лично мама сказала, что нужно шапку надевать, потому что у них там родничок, ля-ля-ля, он ничем не защищен. А кто-то мне написал, что наоборот, типа, не надо шапки надевать, потому что у них родничок, он должен дышать. Вот есть у меня вопросы, которые, конечно, надо было мне записать и задать тоже педиатру. Мне, конечно, хочется быть хорошей мамой, конечно же, но я считаю, что быть идеальным не получится. И я не стремлюсь к тому, чтобы быть идеальной мамой. Я просто люблю своего ребенка, и мне кажется, это самое главное. Вот, а то, что где-то там, может быть, у нее, там, не знаю, жарко ей было бы, ничего страшного. Ну, кто не допускает какие-то мелкие ошибки. И то, я не знаю, было ей жарко или нет. Вот, а еще с педиатром сегодня обсуждали то, что у детей очень хороший иммунитет. И когда они рождаются, все, поспала, уже проснулась. Мы тут уже влог сняли. Так вот, когда детишки рождаются, у них очень хороший, ну, понятно, у них хороший иммунитет. И просто мы обсуждали, типа, вы прикиньте, ребенок родился из воды. То есть, она жила в стерильной обстановке, в животе, в воде. Не дышала. Питалась через пуповину. Ну, то есть, типа, заглатывала околоплодные жидкости какие-то. Ну, легкие не работали так, как должны, да, чтобы дышать воздухом. И тут ее достают в новый мир, где не вода, а давление, ну, типа, воздух. Она начинает дышать, ей приходится питаться через рот, в животу все это обрабатывать, переваривать. Ну, типа, вы прикиньте, на самом деле, ни хера себе. Вот так, если вдуматься, вот если говорить о том, что вот, типа, слабые детишки, у них там иммунитет, не иммунитет. Да ты сам так попробуй. И вот это то же самое, что надо сейчас засунуть в воду, питаться через какую-то, там, не знаю, пуповину, заглатывая околоплодную жидкость, ну, то есть, наоборот, да. Ну, охереть. Ты дохнешься же нахер. Короче, есть такое мнение, что нужно питаться, ну, когда кормишь грудью, так же, как питался в беременности. Ну, то есть, ребенок уже привык к тому, что ты ел. Типа, не надо, вот там, сходить с ума совсем уж. Но я, на самом деле, тоже считаю, что, как бы, совсем сидеть на каких-то диетах, ничего не жрать, это неправильно. Потому что нужно получать какие-то тоже витаминцы, что-то есть вообще, белки, жиры и так далее, что там, что там надо полезного, хорошего. В принципе, для того, чтобы совсем уж и не исхудать, и чтобы хоть что-то питательное все-таки в тебе было и в твоем молоке. Чтобы это была не просто какая-то вода. Так что, в целом, сказать, что я себе что-то позволяю, тише, мой зайчик. А еще у маленьких малышей нервная система тоже не сразу прям супер вау. Поэтому иногда мы можем вот так вот дернуться. Ой, какой же слючкий. Какая хорошая ромба. Она уже тяжелая такая, блин, ни хера себе. Только недавно родилась, была таким птенчиком маленьким, уже 4 килограмма 150 весит. А сегодня, может, и больше. Мы ее вчера взвесили, и она 4,150 была. Вот, но я не знаю, хорошая это прибавка или нет, но я думаю, что ничего так. Это получается за сколько? За две недели? Ну, побольше двух недель, конечно, мы же не неделю держали в роддоме. Но, получается, родилась она 3,570. Из роддома мы выписывались 3,450, по-моему. Вот. А выписывались мы 10 числа. Сегодня у нас 26. И получается, что за сколько это дней у нас, 16 дней? Ну, чуть больше двух недель, ну, можно сказать, за две недели, грубо говоря, она набрала вот столько. То есть, 4,150. А было 3,450. Вот так вот. Ну, я думаю, что это хорошая прибавка. Ну, в смысле, самое главное, что она прибавляет, что она наедается, в туалет хорошо ходит. Это, конечно, такое интересное. Нет, я знала, что так и будет, что когда твой ребенок сходит в туалет, там ты очень будешь этому радоваться. Но, на самом деле, это реально такое счастье. Вот по-другому не сказать. Когда ребенок хорошо ходит в туалет, ты прям реально счастлив. Ты прям ура, праздник прям, вот знаете. На самом деле, как мало нужно для того, чтобы быть счастливым. Просто, чтобы твой ребенок хорошо ходил в туалет. Вот так вот меняются ценности, когда появляется ребенок. Раньше для счастья, ну, не знаю, там в ресторан сходить уже. О, как я сейчас классно стейк пожрал. Вот. А теперь все, достаточно какашки, в принципе. А не какого-то там стейка. Дямой сладенький. Ну, ничего, ты чуть подрастешь, и мы скоро пойдем кушать стейки. Все вместе прикалываемся над ней. Несмотря на то, что она наш маленький ребенок, все равно шутим над ней. Смешной ее называем иногда, фоткаем ее смешной. Короче, обожаем. Видите, как она мне ручкой держит. Ну, разве не котенок? Духота, просто закачаться можно. Наконец-то я хотя бы с нее эти слипы сняла. А еще огромное количество, у меня тут целая корзина, блин, стирать ее одежку. Потому что позавчера, когда у нас были вот эти колики, я вам, по-моему, говорила в этом влоге, не знаю. Короче, Вивьена носила на кровать. Носила она потому, что проход на ее лестницу, точнее с лестницы, с кровати, был закрыт одеялом. И она носила на кровать, огромную лужу в нее наступила. В итоге она смогла спуститься, пошла по всему дому разносить лапы ссаные. А я до этого вечером этим же мыла полы, убиралась дома. Ну, потому что, я уже говорила, для меня это важно. Сейчас особенно. Вот, я думала, что когда я рожу, я буду постоянно клининг вызывать. И буду такая, типа, ну все, реально надо замедлиться. Я все-таки мать. Вот, но не могу. Не могу и все. Но на самом деле, мне кажется, это неплохо. Потому что я двигаюсь и, да, наверное, я должна лежать, лениться. Но я все равно лежу. Я, ну, в какой-то момент понимаю, что так, все, надо пойти полежать, там тоже сериал посмотреть. Провести время с мужем, так сказать. Ну, просто полежать. Пока нельзя проводить время с мужем, так как, может, кто-то из вас подумал. Вот. И, собственно говоря, к чему я это все клоню, что Вивьена побежала по всей квартире разносить ссаные лапы, которые засыхают. Это не то, что там водичка. Нет, они прям остаются в виде ссаных лап. Напрудила огромную лужу, но одеяло вонь просто сумасшедшее. Я еще не увидела, что там лужи. Я уже поняла, что там, ну, дело сделано. В этот момент орет ребенок с коликами. Я пытаюсь ее кормить. Пытаюсь вот так всяк, суси-пуси, там и так посидеть, и так постоять, и так покачать. И сосочку дать. И там, не знаю, что-то еще поделать. Ну, короче, в общем, те мамочки, мои детишки с коликами, они прекрасно понимают о чем я. Потому что это реально трындец. У тех, у кого нет детей, у кого, ну, кто не понимает, о чем речь, это просто жопа какая-то. Что ты ничего не можешь сделать. Ну, то есть ты что-то можешь сделать. Но это просто вот тупо надо вот сколько-то часов ждать и постоянно пытаться успокоить разными способами своего ребенка. Потому что ему хреново, а нет никакой таблетки от этого. Ну, то есть это просто нужно ждать. И когда это закончится, одному только Богу известно. Короче, трэш, девчонки. Ну, это не страшно. Не страшно. Мы понимаем, что все, пережить все можно. Все это проходят, переживают. Вот. И, дай Бог, чтобы это было самое страшное. Ну, конечно, скорее всего, дальше будет интереснее. Всякие зубки и так далее. Не знаю. Слава начал все менять, понятно. Одеяло. Хорошо, что у нас еще этот на матрасник был. Который, кстати, тоже я заказывала на ВБ до родов. И на дачу тоже мы отвезли на матрасник, постелили. Потому что я думала, ну, у нас появится ребенок, обязательно что-то обоссыт, чтобы матрас уж хотя бы не портился. В итоге ребенок нормально себя ведет в подгузнике, сыт. А вот собака сыт. Ну, ничего не поделаешь. Она как бы не виновата в целом. Конечно, я была в шоке, потому что у меня орет ребенок на руках. Вегена все обоссала. Вот. Но, понятное дело, мы ее за это, ну, как сказать, не ругали. Конечно, я ходила в бахер. Но мы ее как-то не наказывали. Она не спала, там, знаете, на подстилке где-то. Она спала с нами. Ну, когда уже Слава все поменял. Потом мы ее и вкусняшками угощали. Ну, то есть, короче, мы ее не наказывали, потому что, во-первых, мы понимаем, что отчасти это наша вина. Потому что собака просто так, ну, как бы не будет на кровать ссать. У нее был закрыт доступ. Просто это, конечно, было, знаете, типа, обидненько немножко. На следующий день я все убрала. Ну, в смысле, убрала. Еще раз помыла полы. Так что, в целом, сделай муль. Вот. Пойду постараюсь положить ребенка. Надеюсь, что она не проснется. Но на самом деле все будет именно так. Я ее сейчас положу, и она проснется. Я пиццарю. Отреп. Да, у меня треп. Видишь, как ручка мило держит? Миссия не выполнена. Она точно сейчас, она подумает, что она падает. Вот, видите. Так, ты плывешь. Что за кукла? Папина кукла. О, уже здесь спит. Стоит слышно. Ага. Ох. Полный отрубас. Кукла моя сладкая. Кукла Аня. Кукла Юля. Кукла Слава. Кукла Вива. Все семьи одна мы. Ля-ля-ля. Какой хороший. Блин, капец. Даже не верится. Все еще не верится. Мне кажется, что это просто какой-то прикольчик. Знаете, нам ребеночка просто подкинули. Сказали, ну, позанимайтесь с малышом. Не знаю, конечно, может ручку лучше и поправить. Так, наша малышка. Не знаю, насколько в глубоком сне, но спит. Вот явно. Что я сделала за это время? Я сполоснулась в душе. Ну, косметику не стала смывать. Все, что здесь было грязное. Ну, короче, одно полотенце пришлось добавить. Но оно уже не помещается в барабан. Хотя у нас достаточно большая эта стиралка. Короче, сейчас буду сюда все загрузить. А, уже все загрузила. Все-таки это я тоже сюда засуну. Видите, сколько накопилось? Ну, на самом деле, тут много, потому что у нас там большой конверт есть, который немножко обрыганный. Так вот я выгляжу. Сняла утяжки свои. Ой, забыла вам их показать. Вот, чем я стираю от Чика. Офигенный. Так вкусно все пахнет. Такое все ароматное, обалденное. Я увидела вот эту штучку по рекомендации у одной мамочки Кристи Край. Она в запрещенке. Вот. Она тоже родила недавно. И я у нее увидела то, что она прям вообще в восторге, в восторге. И я тоже такую заказала. Я тоже в восторге, в восторге. И вон там есть еще одна я заказала, которую мы на дачу увезем. Одну. Ну, скорее всего, ту, которая вот такая начатая, потому что на даче нам много не надо. Мы же там не живем постоянно. Надо все подготовить, как обычно. Это, знаете, такая вечерняя рутина у меня. Обязательная. Раньше, я даже не знаю, какая раньше у меня вечерняя рутина была. Типа смыть макияж. Сделать чай. Ну, типа, даже не знаю, какая. Сначала у меня была вечерняя рутина попить венца, как все меняется. Потом в беременность просто там, не знаю, отдохнуть, помонтировать. Ну, помонтировать, наверное, я больше монтировала, особенно под конец. А теперь моя рутина вечерняя. Это доложить сюда подгульников, простерилизовать все соски, которые по дому у нас где-то лежат. И меня устраивает эта рутина. Ну, разумеется, она меня устраивает. Не могу сказать, знаете, меня это не устраивает, я это делать не буду. Вот так выглядит сюда крем. Я вам его уже показывала, наверное, один раз. Сначала меня это не то, что удивило, но я подумала, типа, блин, как-то странно. Сейчас же столько всяких новомодных, крутых мази, немази, от разных крутых брендов. Вот. А, типа, говорят, вот этот самый хороший. Но это такая, видите, прям аптекарская такая. Вот. Но говорят, что очень хорошая. И подписчики писали, что вообще вот такая тема, просто самая лучшая. Так что обязательно ее себе приобретите, если готовитесь стать мамой. В любом случае пригодится. Вообще, я, конечно, удивлена, сколько всего нам в итоге пригодилось. Из того, что когда я заказывала, думала, ой, ну эта херня, наверное, мне пригодится. Еще что хочу вам сказать девочке, какой совет дать. Не знаю, помните вы или нет. Когда я была беременна, ну, я думаю, для вас это было как будто бы, ну, недавно по влогам. Ну, короче, суть даже не в том, когда это было по влогам, не по влогам. Когда я была беременна, я хотела заранее подготовить аптечку нам домой для ребенка. Все купить, что нужно. И газотводные трубочки, и вот у нас есть капли в нос, и высасывать соплю этот аспиратор. Ну, короче, все просто хотела подготовить заранее, чтобы всегда, если что было, мало ли что, ну, что пригодилось. В смысле, точнее, пусть лучше не пригодится, но если вдруг что, чтобы это уже было под рукой, чтобы не надо было бежать куда-то в аптеку, сломя голову, сходить с ума, что там для движения. И все-таки я не все докупила, потому что и кто-то говорил, и писал, что типа, ой, да что вы херней страдаете? Вот уже когда понадобится, вот тогда уже пойдете в аптеку и купите. Типа, не нужно заранее в духе сильно прям сходить с ума, собирать аптечку. Угу. Хорошо, что на самом что-то было заранее. И вот, например, когда были первые колики, нам пришлось воспользоваться газоотводными трубочками, которые буквально за день, за день до этих ужасных колик купил Слава в аптеке. И это просто, я уверена, что, конечно, они тоже в каком-то проценте неплохом нам помогли. Но, как я уже говорила, что первые колики, с которыми мы встретились, это было просто трэш. И вообще педиатр мне сказала, что если хочется что-то проверить чаще, ну как, чаще всего, грубо говоря, как можно проверить, он в первой половине дня что-то съел, и к вечеру уже будет понятно, есть ли у ребенка какая-то реакция или нет. Бывает такое, что типа не сразу появляется какая-то реакция на какой-то аллерген, например, на какой-то продукт. Но тут, конечно, проблемы, но чаще, все-таки я так поняла, что практически сразу появляется. Я вот думаю, пока мы будем на даче, возможно, я даже смогу сходить и сделать маникюр, представляете? Но сначала мне нужно будет понять, как она там спит на даче, насколько все по кайфу. И, может быть, получится подстроить так, что я ее покормлю, она уснет, и я быстро поеду на маникюр. Кто-то скажет, типа, вот, что ты за мать такая. Но я считаю, что нужно продолжать радовать себя какими-то штуками. Ну, то есть, когда появляется ребенок, конечно, безусловно, большая ответственность, все, и так далее, и так далее. Но нельзя забивать на себя. Ну, в смысле, вот, например, грубо говоря, я смогу спокойно уехать на 2 часа на маникюр. А на это время, вот если я ее покормлю хорошенько и уеду, ничего страшного не случится. Просто нужно подгадать так, чтобы она хорошенько спала. На даче она должна хорошенько спать, поэтому есть большая вероятность того, что я смогу сделать маникюр. Хотя у меня он как бы красивенький, видите, даже ничего не отвалилось, но понятно, что уже отросло. Вот, и, наверное, кто-то спросит, удобно ли с такими ногтями ухаживать за младенцем. В целом, да, я ее ни разу не поцарапала, эти ногти мне не мешают, но дальше, конечно, уже, ну, я думаю, будет не супер. Поэтому я сама хочу сделать их покороче, разумеется. Но совсем, типа, ходить без маникюра не хочу, не вижу смысла. Ну, типа, знаете, прям полностью овал себе такой обрезать постоянно самой, да ну нафиг. Вот, я красивая, молодая, хочу ходить с маникюром, с ресничками, быть супер-пупер мамочкой. Монтирую уже первый влог недели влогов, но сейчас пойду смою макияж. У меня там загружена стирка детского, ну, вы видели. Сейчас скоро приедет доставка продуктов. Ну, ладно, не скоро, через 20 минут. Ну, нет, скоро это, по сути. Хочу немножко подготовиться. Завтра к нам приедут снимать Newborn, как я вам рассказывала. Вот, но это вы уже будете смотреть дальше в других влогах, которые уже завтра не будут выходить. Потому что все, неделя влогов закончилась. Грустно, но придется с вами попрощаться. Я надеюсь, что эта неделя влогов вам понравилась. Конечно, она, типа, уже старая для вас, когда это выходит. Ну, получается, что, по сути-то месяц, ну, полтора, может, прошло. Ладно, хорошо, полтора месяца, грубо говоря, прошло. Может, чуть побольше с момента, когда я это снимала. Но что поделать? В Телеграме, блин, на меня подписалось много-много людей. Новых, я вам говорила, в каком-то дне. И там столько злых людей, если честно. Хорошо, что у меня нет, тупо нет времени, знаете, вчитываться, расстраиваться, переживать. Ну, реально нет времени. Хотя, конечно, я читаю все, вижу. Ну, потому что я захожу в чат, я всегда онлайн, там, ну, как бы всегда на связи со своей аудиторией. Вот, даже тогда, когда там что-то не показываю, ну, и в силу каких-то обстоятельств еще что-то, я всегда на связи, делюсь открытой к этому миру. Вот, конечно, я это все вижу, но именно сидеть, знаете, как-то расстраиваться, сидеть, каждого блокировать. У меня, конечно, нет времени, да и желания, потому что я только открою посмотреть, какое там говно. Примерно написали, уже ребенок плачет. Надо к ребенку бежать, поэтому даже не успеваешь как-то расстроиться. Короче, докалевываются до меня по каждой мелочи, представляете, по каждой мелочи. Выставляю там, ну, без лица ребенка, что она у нас там в розовеньком в чем-то. И то, не акцентируя на том, во что я ее деваю. И кто-то пишет, типа, ага, значит, покупали столько бежевого, в итоге где бежевый? Почему не носим бежевый? Ну, типа, знаете, доколебаться чисто до всего. Неужели опять дождь? Ладно, все, я с вами прощаюсь, подготовлю немножко дом к завтра. Ну, у нас в целом чисто, но все равно что-нибудь еще помою, как обычно. Время сейчас полдвенадцатого. Не знаю, надеюсь, у нас получится как-то наладить режим. Не знаю, сколько она сейчас будет спать. Она спит уже, вот как я вам ее показывала, убаюкивала, спит уже час. Прошел с того момента, как я ее убаюкала. И получается, на ручках она у меня еще где-то минут двадцать уже как спала. Ну, может, пятнадцать. Она может либо прям скоро проснуться, либо еще часа два будет спать. Вот, это опять-таки сон ребенка, это загадка. Я взвесилась, сейчас вешу шестьдесят четыре килограмма. Это, знаете, впоследок, в догоночку недели влогов закончим. Получается, семьдесят шесть и пять я шла рожать. Семьдесят шесть и пять минус шестьдесят четыре. Получается, двенадцать с половиной килограмм я сбросила. Ну, грубо говоря, тринадцать, можно так сказать. Потому что я вечером взвесилась. Ну, я думаю, что примерно такая картина. Причем у меня такой вес уже пять дней стоит. Пять дней. Ну, скачет, иногда, шестьдесят три и девять было как-то. Я каждый день, конечно, не взвешиваюсь, но просто вот так периодически взвешиваюсь. И заметила, что встал вес. Вот, так что я думаю, что как раз-таки какие-то вот эти отеки. Что еще? Это то, что с ребенком, конечно, связан сам ребенок. Это ушло. Но, блин, я все равно сильно заметно похудела. Поэтому нельзя сказать, что просто вот я родила. И типа вот околоплодные вот эти воды, ребенок, плацента. Только это ушло. Конечно, так сказать глупо. Хотя мне кто-то уже так писал. Ну, типа, это понятно, что это очень глупо так подумать. Потому что по моему лицу видно, что, ну, типа, у меня же не было в лице плацента, да? Или ребенка. Или околоплодных вод всяких. Ну, то есть видно по мне, что я похудела. Что у меня руки похудели. Конечно, они еще все равно не маленькие. Но видно все равно, что все стало сильно меньше. Худеет, да? Вот. Ну, понятно, отеки. Отеки. Не знаю, сколько килограмм отеков сошло с меня в итоге. Ну, наверное, килограмм. Ну, типа, четыре, типа, литра. Я не знаю, как посчитать. Но четыре килограмма хрен знает. Так что вот, шестьдесят четыре в целом. Если я даже сброшу пять килограмм и буду пятьдесят девять, например. Ну, я думаю, что это уже будет, типа, клево, классно. У меня нету цели сейчас быстро худеть-худеть. До идеальной моей формы еще дохера далеко. Вот. Я, конечно, к ней стремлюсь. Но поскольку все равно я сейчас, типа, должна за собой ухаживать, не делать каких-то физических штук-дрюк. Но я, конечно, все это делаю. Ну, типа, уборка дома, в мое понимание, тоже физическая нагрузка, которую я, конечно же, делаю. Вот. Ну, плюс грудное вскармливание. Думаю, на этом фоне тоже хорошенько можно сбросить. Я просто рассказываю. Я себя отлично чувствую в том весе, в котором я сейчас. Меня абсолютно ничего не смущает. Конечно, меня смущает, что у меня еще не идеальный живот плоский, как раньше. Нет там какой-то попы упругой. Но это все потом в будущем как бы исправится, понятное дело. Но в целом, ну, типа, вот я себя сейчас наблюдаю. Мне кажется, я такая худая. Ну, просто капец. Это просто к тому, что если вдруг будут комментарии, что я там где-то себя не принимаю, то это вы сами себе выдумываете, потому что я заявляю на всеобщее обозрение. Я себя отлично сейчас чувствую. Меня устраивает то, как я сейчас выгляжу, так, как я сейчас могу выглядеть. То есть понятно, что, скажем так, через два месяца, там, допустим, да, мне бы хотелось выглядеть сильно там получше. В том плане, что более подкачанной, подтянутой, еще сбросить пару килограмм. Там, в любом случае, они, в моем понимании, у меня, конечно, еще лишние. Потому что я считаю, что буду я весить 56, например, это будет уже вообще улет. Хотя в беременность я вступала с весом 54. Вот. Но буду я весить 56-57, я думаю, что я буду вообще прям офигенно выглядеть. В общем, все, ладно. Я с вами прощаюсь. Наш сериал закончился. Но ничего, у нас будет продолжение. Завтра у нас ньюборн-съемка, потом мы едем на дачу. Не знаю вообще, как будет наша жизнь на даче протекать с ребенком. Ну, я думаю, что все классно. Знаете, когда еще нет ребенка, ты не знаешь, как, чего, куда, кого, чем пользоваться, как там, что, куда положить. А когда уже рождается ребенок, у нас уже три недели, как мы родители, уже все наловчились, уже все понятно. Креветка наша уже выросла. Уже не вот этот маленький комочек. Уже 4 килограмма счастья. Ну, короче, уже как-то реально все, ну, типа, понятно. Уже меньше страхов, меньше волнений, каких-то меньше недопониманий. То есть кажется уже, что, ну, реально, типа, совсем справишься. Вот, у меня еще подружка одна спрашивала, типа, это правда, что когда появляется ребенок, то ты уже такой, как будто бы все умеешь, все знаешь. И я и сказала, что, конечно, вот у меня не было такого, что как только у нас там, типа, ребенка мне дали, я такая, а, ну все, я знаю, сейчас я иду то делать, потом то. И я знаю, что как делать. Конечно, нет, но очень быстро всему учишься. Просто с первого раза, как тебе что-то показывают, либо ты что-то пробуешь, все. Дальше ты это уже спец. Вот реально. Потому что вариантов нет, не научиться. Ну, то есть ты понимаешь, что ответственность за этого человека полностью на твоих плечах, ну, на мужа плечах, понятно, на ваших. И ты понимаешь, что если ты это не сделаешь, и твой муж, например, то никто это не сделает. Ну, типа, знаете, подержать столбиком, ты же не будешь бабушку звать, типа, подержи столбиком. То есть я же просто тоже не с первого раза смогла и правильно как-то взять, и чтобы столбик. Она у меня все как-то не столбик и не столбик, все какой-то кокон сидит на мне и сидит. Вот, ну, короче, тоже не с первого раза все получилось, но когда получилось, и отрыжечка у нас случилась, все. Ну, типа, такое, знаете, я такая, все, понятно, умеем. Ну, то есть это к тому, что сначала волнительно, но когда первый раз только у тебя что-то получается, ты пробуешь, что-то получается с ребенком, ты сделал, и с каждым днем все проще и проще. То есть сначала, конечно, ты держишь тяжело, думаешь, как взять эту голову, как что-то надеть, такие маленькие ручки, пальчики, ножки, а сейчас все, уже крутишь, вертишь, вот так вот, и легко все. Так что на последок недели влогов скажу, девчонки, не бойтесь. Я понимаю, что все детишки разные, и все равно это страшно и волнительно, и непонятно, что тебя ждет впереди. Но я на 100% уверена и своим примером хочу показывать и доказывать, что, во-первых, на детях не заканчивается личная жизнь, ты можешь также заниматься собой, своей жизнью, уделять время мужу, вот, ну, короче, к этому мы попозже придем. Ну, в общем, это я просто к тому, что ты также должен жить, как и раньше, делать то, что тебе нравится. Понятно, у тебя на это меньше времени, но ты не должен себе в этом отказывать, потому что если ты будешь себе во всем отказывать, что делает тебя тем, кем ты являешься, и делает тебя каким-то счастливым, твой привычный образ жизни, то, понятно, так до депрессии недалеко. В любом случае, дети — это счастье, особенно, когда люди планируют детей, очень хотят, это, безусловно, счастье. И все вот эти хлопоты там с подгузниками и так далее, и так далее — это приятные хлопоты, это время, которое ты проводишь со своим ребенком. И пока она спит, вот я знаю, что у нас есть малышка, я на нее смотрю, она спит. И я думаю, блин, мы живем вот как раньше жили, занимаясь своими делами. Ну, типа, знаете, просто это реально странно все равно, еще странно осознать, что у тебя есть ребенок. И живем какую-то обычную жизнь, как до того, как у нас появился ребенок. Но когда она просыпается, знаете, мафия просыпается, но когда она просыпается, мы снова в этой новой жизни. Ну, то есть, это другие эмоции. И мне нравится время, когда я занимаюсь своими делами, как раньше, когда я сижу, крашусь, когда я хожу на реснички, когда я монтирую влог, снимаю рекламу, убираюсь дома. Все это мне очень нравится, потому что это моя привычная жизнь. Ну, и, конечно же, безусловно, я получаю огромное удовольствие от того, когда она просыпается, когда мы с ней занимаемся какими-то делами, или когда она на мне засыпает, я ее кормлю. Ну, то есть, это офигенно. Вот. Я живу без жизни, можно сказать. Еще расскажу на последнее время. Надеюсь, что вам понравилась эта неделя влогов. Если так, то поставьте палец вверх. Обязательно подпишитесь на мой канал. Теперь я мать. Конечно, у меня будет много мамского контента. Это неизбежно, потому что это моя жизнь. И я думаю, что все должны были это понять, быть к этому готовыми, что я расту, я меняюсь, моя жизнь меняется, и я снимаю о том, что происходит в моей жизни. Поэтому, безусловно, я знаю и предвижу комментарии о том, что вот, теперь все будет только про ребенка с ребенком. Еще что-то... Нет, не будет все только про ребенка. Будет много про ребенка, потому что это моя жизнь. Но также будут и другие всякие штуки-дрюки. Думаю, также будем злиться на тех, кто нам в хот-дог положил не только кетчуп и так далее, и так далее. Хотя мне только за это пишут, потому что я стала злая, токсичная. Ну и пофиг. Все. Всем пока.